Во многих деревнях сегодня пользуются вот такими колодцами, где нужно спускать ведро и набирать воду. Однако многие говорят, что эти колодцы небезопасны. И сегодня мы это проверим и узнаем, безопасно ли пить воду вот из таких источников. Для нашего эксперимента мы выбрали деревню Уза под Гомелем. Здесь три колодца и все они действующие дополнительные источники воды. Причем не только для местных жителей, но и приезжих поклонников воды из колодца. Наталья, расскажите, как вообще проводится сбор воды правильно и покажите. Ну, отбор проб воды производится. Вот, берем пробы, бутылки. Сбираем в бутылку воды. Бак-анализ и хим-анализ. Химический анализ. Это химический анализ. Накрываем. Это бактериологический. Аккуратненько не дотрагиваемся, чтобы ведро не дотрагивалось до горлышка. Пробочку аккуратненько переворачиваем. И закрываем. Ну вот, теперь мы с Натальей отправляемся исследовать наши пробы воды. Здравствуйте, мы вот пробы воды привезли со всеми документами. Давайте документы сюда, а пробку, пожалуйста, вставляйте на этот стол. Ну вот, с нашей пробой, которой дали 308 номер, мы сейчас отправимся в другой кабинет, где и проверим собственную водичку. Исследование начинается с того, что наши пробы из колодца проверяют на наличие запаха и прозрачности, а затем в пробы добавляют щелочь. После добавления щелочи наша вода стала желтой. Это значит, что в ней содержатся нитраты. К слову, вы можете проверить безопасность воды в своей квартире. Для санитарно-химического анализа понадобится только литровая бутылка из-под питьевой воды. Нужно спустить воду 2-3 минуты, а затем отобрать пробу и привезти на исследование в лабораторию Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья. После того, как город Гомель перешел на подземные водные источники, воду можно пить без опаски. Крымницы – это источники, из которых вода поступает из земли на поверхность. Их в области насчитывается порядка 74, и 30% этих источников не соответствуют санитарным нормам и правилам по содержанию нитратов. Поэтому госанадзор не рекомендует пить воду из таких источников, либо предварительно провести исследование. Более 6000 данных источников, и где-то 34% колодцев не соответствуют показателям по содержанию нитратов. Кстати, пробу из колодцев в деревне Узамы также отдали на бактериологический анализ. Результаты узнаем через 4 дня. Что же касается химического анализа, то вода из этого источника соответствует санитарно-химическим нормативам, в том числе по содержанию нитратов. Другими словами, она безопасна. Но так ли везде? Это повод задуматься. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов. Новости недели.